Радио «Вера» представляет Апостол Фаддей был в числе 70 ближайших учеников Христа. Он родился в сирийском городе Едесса. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал там проповедь святого Иоанна Предтечи. Он принял крещение в Иордане и остался в Палестине. Там Фаддей встретил Спасителя и стал его учеником. После Вознесения Фаддей побывал с благой вестью в Сирии и Месопотамии. По преданию апостола направил туда сам Спаситель. Правитель родного города Фаддея Едессы Авгарь написал Христу письмо с просьбой об исцелении от проказы, который страдал долгие годы. Спаситель передал царю полотенце у брус, на котором отпечатался его нерукотворный образ и послал апостола Фаддея. Тот обратил в христианство Авгаря и весь народ. Дальнейший путь Фаддея лежал в Финикии. Апостол основал церковь в Верите, в современном Беруте. Там он и скончался в 44 году. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды апостола от 70 Фаддея и просим, моли Бога о нас. Мученица Васса жила на рубеже 3-4 веков в городе Едессе Македонской. Ее муж был языческим жрецом. Сама Васса воспитывалась в христианской вере и передала ее сыновьям Феогнию, Агапию и Писту. В правление императора Максимиана Галерия христиан объявили вне закона. Муж Вассы донес на свою жену и детей. Их схватили, принуждали отречься от веры. Но Васса отказалась. Сыновья последовали ее примеру. Тогда на глазах у матери стали истязать и казнить ее детей. Вассу заключили в тюрьму и морили голодом. По преданию пищи ее подкреплял ангел. Затем женщину бросили в морскую пучину. И тут неожиданно в море возник корабль. Трое сияющих юношей, в которых все узнали сыновей Вассы, подняли мученицу на борт. Спустя несколько дней христианка сама сошла на берег, чтобы принять мученическую кончину за свою веру. Через сто лет в Халкидоне была построена первая церковь в честь мученицы Вассы. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет мученицу Вассу сыновьями Феогнием, Агапием, Епистом и просят святых молите Бога о нас. Преподобный Авраамий жил в 12 веке в Смоленске. Родители его были богаты, у них уже родилось 12 дочерей, но сына все не было. После долгих молитв Господь послал чете мальчика. Родители надеялись, что сын продолжит их знатный род, но Авраамий всем сердцем стремился к жизни в Боге. Когда мать и отец скончались, он раздал имущество монастырям и бедным и сам стал монахом. Одним из его послушаний стало переписывание книг и собирание библиотеки. Так он познакомился с лучшими образцами богословской мысли. Со временем Авраамий стал духовником обители. К нему на исповедь и за духовным наставлением стали приходить миряне. Вскоре Авраамий стал широко известен. Это возбудило зависть в сердцах многих монахов и даже городской знати. Они обвиняли подвижника в чтении запрещенных книг и в ереси. По их требованию Авраамия предали суду. Епископ Смоленский Игнатий запретил Авраамию служить литургию. За это край постигла сильная засуха. Дождь пошел лишь, когда епископ Игнатий извинился перед книжником и они стали духовными друзьями. Со временем Авраамий стал настоятелем монастыря, а владыка Игнатий оставил епископство и поселился там простым монахом. Преподобными Церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Прославляя преподобного Авраамия Смоленского, мы просим его моли Бога о нас. Преподобная Марфа Девеевская В миру Мария Милюкова родилась в 1810 году. Ее родители были бедны, но набожны. Первой в Девеевскую обитель поступила старшая сестра Марии Просковья. Однажды она отправилась в Саров к духовному попечителю общины преподобному Серафиму. 13-летняя Мария упросила взять ее с собой. Великому старцу открылось предназначение Марии. Он благословил ее остаться жить в казанской общине в Девеево. Сестры Девеевской общины оставили воспоминания о Марии. Была она высокого роста, со свежим лицом, светло-русыми волосами и голубыми глазами. Батюшка Серафим особо выделял кротость Марии и ее дар молитвы. Он делился с ней духовными откровениями о будущем обители. Проницая суть монахини, он постриг ее в схему, в высшую степень монашества, с именем Марфа. Четыре года трудилась она, помогая преподобному Серафиму и сестрам в устроении новой мельничной обители. Вместе заготавливала столбы и лес для мельницы, молола муку. Марфа, не жалея себя, носила камни для строительства церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Марфа Девеевская скончалась в 1829 году. Преподобный Серафим заповедовал почитать монахиню и кланяться ее могиле со словами «Госпоже и мать наша Марфа, помяни нас у престола Божия в Отцарстве Небесном». В лике святых праведница была прославлена в 2004 году. Мощи кроткой Марфы Девеевской почивают в храме Рождества Богородицы в Серафима Девеевском монастыре. Мы прославляем преподобную Марфу и просим моли Бога о нас. Священный мученик Павел Ягодинский родился в 1879 году в Симбирской губернии. Он получил духовное образование и стал диаконом, а со временем и священником. Служил отец Павел в селе Шугурово Ордатовского уезда. Согласно воспоминаниям, отец Павел был человеком трудолюбивым, добрым, предельно честным. Он не стремился скрывать свои мысли по поводу происходящего в послереволюционные годы и открыто говорил о том, что его тревожило. Именно поэтому его имя попало в списки участников контрреволюционного Кулацкого восстания, вспыхнувшего в уезде в 19-м году. В начале 30-х Ягодинского арестовывали два раза. Храм в селе закрыли. Однажды председатель сельсовета посоветовал отцу Павлу оставить свое ремесло, отказаться от сана и поступить куда-нибудь на работу. Но будущий священный мученик ответил «Нет, я и не думал отказываться от сана священника. Делать это мне не позволяют мои религиозные убеждения. Умру в сане священника». В 37-м отца Павла арестовали в последний раз. Его обвинили в участии в организации контрреволюционного кулацкого восстания. Виновным себя он не признал. Иерея Павла Ягодинского приговорили к высшей мере наказания. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в подвиге мучеников древних времен. Мы обращаемся к священномученику Павлу Ягодинскому с просьбой «Моли Бога о нас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова